Девушки отдыхают Такие спидранеры, которые заспидранили батл пасс за счет бабусиков Все это уже посмотрели на основе Ну а мы, по крайней мере, посмотрим в боях, как ведет себя оружие Но перед этим, разумеется, немножко посмотрим на его характеристики в гараже Потому что очень сомнительная пушка, как по мне По своей сути Тирс является рельсотроном Типа Скорпиона или Астрея Но фишка заключается в том, что в отличие от тех орудий И он стреляет не одним залпом, а сразу с четырьмя Но вот только урон у него как раз-таки разделен на все эти четыре выстрела И вот есть у него небольшой перк И вот он вызывает очень большие сомнения По крайней мере, как у меня По какой причине? Если вы заметите Ну, вы наверняка с почтного-то читали Но я повторюсь, для тех, кто не понимает, как это работает То если вы находитесь рядом с остовами противников Он будет пополнять заряды Всего у вас зарядов семь И, разумеется, за каждый выстрел вы будете тратить эти заряды А заряд тратится на то, чтобы у вас стреляло Четыре ствола залпом Это круто, конечно Но вот возникает один небольшой вопрос И вопрос, собственно, состоит вот в чем А почему, спрашивается, у нас на оружии имеется дебаф? Многие, наверное, подумают Ну, почему-то это же у тебя же наоборот Позволяет тебе стоять возле остовов Да, но только вот фишка заключается в том Что урон мы будем наносить практически тот же самый То есть за выстрел мы наносим 260 урона И скорострельность стрельбы достаточно большая Но это при том случае, если вот как на этой у нас кабина Мертвец плюс маховик И, да, перезарядка достаточно быстрая Но, если у нас вдруг заряды заканчиваются То мы будем наносить те же самые 260 урона Но только они будут немножко размазаны по времени То есть, по сути, мы теряем скорострельности И только находясь рядом со стовами Мы будем получать нашу стандартную скорострельность При этом практически любое другое вооружение в игре При нанесении урона или каких-то там других факторов Будет иметь только плюсы Вот это вот очень странно Ну, конечно, есть парочка оружий Которые еще тоже не имеют какие-то дебафы Но они будут, скажем так, тоже относиться Вот именно к вот этому типу оружий Какого, спрашивается Лешего У нас вооружение имеет дебаф Когда большинство остальных вооружений Имеет плюсы только от своих перков И, по сути, свои дебафы весьма существенны Потому что без дебафа мы стреляем достаточно быстро И наносим приличный урон Сейчас посмотрим, сколько у нас нанесется урона За наших 10 секунд Пока тикает Итак, 2600 Ну, вот приблизительно у нас получается Выстрел в секунду ровно идет Но при этом, если мы уже будем стрелять без перка То нанесем урона гораздо меньше Как видите, у нас где-то получается выстрел в полторы секунды Ну, приблизительно И, соответственно, ДПС у нас сильно просаживается Вот аж 1820 То есть, а это почти косарь урона, между прочим Соответственно, урон у нас просил процентов на 33 Может быть, 35 приблизительно И получается, что у нас, как бы, перк Да, хороший Мы можем восстанавливать от остовов себе вот эти заряды Только вот фишка заключается в том Что остовы, разумеется, не всегда будут на карте Ну, точнее, вам до них надо еще доехать Потому что восстанавливается не только в радиусе 30 метров А 30 метров это, ну, очень мало Плюс, как мне кажется, в КВ это будет, ну, не самое результативное оружие Потому что вот эта вот зависимость от остовов Очень сильно падает, когда у вас бои идут, в принципе, 4 на 4 Это если в обычном рандоме у вас хотя бы там 8 человек И если там много остовов И ты можешь быстро-быстро-быстро восстанавливать вот эти вот свои заряды А в КВ, что у вас там 4 человека, одного убили А противники там не тупые Они не будут стоять и ждать, пока вы там будете накапливать свои заряды Или держаться возле своих умерших противников Разумеется, они будут отлетать Поэтому для КВ очень сомнительное вооружение Для рандома сейчас посмотрим У меня есть пару машин я тут собрал Одна на пониже Ом, чтобы, так сказать, попедоберить немного Хотя попедоберить на ней особо не получится Потому что она, в принципе, занимает 4400 Ома Так как занимает 11 энергии Ну и машина немножко повыше Если получится, я попробую еще сюда, может быть, Омники поставить Но я думаю, этих, в принципе, хватит Поэтому выше я не вижу смысла на ней лезть Плюс еще стоит заметить, что у этого оружия Есть новая система пробития, которую завезли в этом обновлении И, соответственно, он может прошивать некоторые детали Ну, разумеется, более крепкие не может Потому что урон там поглощается И у него имеется 80% пробития Соответственно, приблизительно 2 таких вот щита он может пробить Первый, разумеется, он, наверное, не пробьет А нет, пробивает И потом уже даже может по 2 их откалывать Потому что с первого щита урон уже прошел по второму И с второго по третьему И того он достаточно хорошо это все пробивает Если же крафт защищен какими-то более слабыми деталями То, разумеется, до кабины или до оружия противника Можно будет добираться гораздо быстрее Потому что, ну, разумеется, он будет отсекать все это очень быстро Поэтому первоочередной целью в бою у вас будут являться взрывные модули противника Хотя с новой системой пробития это, наверное, большая цель вообще в принципе всех оружий в игре Которые сейчас имеют пробития Будь то пушки, какие-то автопушки и, разумеется, всякие скорпионы Но пока что давайте возьмем низкоумную технику и сгоняем в бой Поиграв внезаписи несколько боев, я пришел к весьма удручающим выводам Урон, который у нас существует в этом оружии Вот эти 260 единиц На самом деле проходит тоже не всегда Да, так как конструкционки имеют определенную тоже прочность И снаряды могут пролетать на вылет Соответственно, урон у нас очень сильно бывает размазан Прям, ну, очень сильно бывает размазан Плюс геймплей на этом крафте у нас завязан на стоянии где-то вдалеке То есть такая вот фишка, которая подразумевается под остовами Типа сидеть, ждать вот накопления этих остовов Не для этого, ну, типа вооружения Потому что мы не должны находиться где-то в пылу сражения Самым главным Потому что на самом деле откалывается все тут очень быстро И вот у меня сейчас осталось на одной конструкционке То, что мне сейчас прилетело В связи с новой системой пробития Вообще не понимаешь Наверное, уже придется ставить не на конструкционке А на что-то другое Ну, опять же, надо брать упреждение, когда стреляешь Чтобы Больше снарядов попадало Когда стреляешь Очередями вот этими По большей части ты в игре Такой вот эдакий хелпер Просто летаешь где-то сзади Ну, однишненько-коробки там катаются Ну, давайте, умирайте Нас сзади Так, ну оружие, она отсекает, да, неплохо Соглашусь Ну, вот как видите Остовы в этой игре Ну, так сказать Держаться остовов в этой игре Это весьма сложная задача Потому что, ну, остовы за тобой не ездят Это, может быть, на гарпун их посадить И тогда за собой катать Да, еще что-то Куда не шло Ну, вот здесь у нас противник сидит В принципе, играть и можно Но только таким вот геймплеем А-ля как, ну, какой-нибудь Пидобир на Скорпионе Плюс-минус Ну, то же самое должно у вас соблюдаться То есть вы должны быть подальше Вдали Настакали Приехали Убили И уехали обратно Вот и все Люди уже пишут даже в чатике Вот такое прикольное вооружение Все-таки, я думаю, вопрос результативности Тирса Это вот приблизительно Как раз-таки вот Ну, даже вот эти 6700 Вот почти 7К Это не то А вот 8-9 приблизительно Это его Тирс Вот он на втором крафте Котором покатаем Там уже поинтереснее Там, во-первых, быстрее перезарядка И думаю, он будет гораздо лучше Чем вот эта машина Медленная Там и быстрее крафт И И мы сможем немножко Как бы броню переживать Плюс-минус Но пробивает тоже не очень Все-таки не пушки В сравнении с Палачами На которых я сейчас обожаю играть Так, давайте подъедем Тут к трупику немного Хоть немножко настакаем По-моему Немножко постакаем И поедем Потому что Надо же помогать союзникам Мы же не должны стоять Просто так Так, ну, в принципе Сложно говорить на самом деле В таких боях Которых ты не можешь Ну, как бы реализовать себя нормально Потому что Ну, команда реализуется А команда противника Не реализуется Как ни странно Ну что ж Перейдем немножко повыше Здесь уже у нас будет Почти 9КО Будем играть Вот 9,5 Приблизительно Но здесь уже будет Поинтереснее Потому что крафт быстрее Здесь у нас мертвец Соответственно он дает нам Перезарядку в 20% Так как ствол только один У нас стоит Плюс, разумеется Маховик И скорость у нас Перезарядки должна быть Просто гигантская И может быть Хоть будем нормальный дамаг Выдавать Я думаю Вот такой сетап Это, ну, самое оптимальное Для такого типа Вооружения Но стоит отдать должное Снаряды Точнее не снаряды А заряды Здесь заканчиваются Достаточно быстро И приходится Искать Себе Трупики Очень часто Давайте Покажите противников Поможем Вроде как бы Рядом есть Астовы Но все равно Не заряжается Потому что Вот такая вот ерунда Связанная с тем Что Вот только 30 метров 30 метров Для этой игры Это вообще Ну и разумеется Откалывают Достаточно быстро Если Прилучится О, еще тоже Человек с тирсом Катает Тоже на Мертвеце И тоже Его быстренько Сбрили Все-таки Если делать Какой-то тяжелый Крафт Ставить То ты будешь Терять Скорострельности Причем Очень сильно И не факт Что будет Выживаемость Выше В общем Какое-то получилось На самом деле Специфическое оружие Нанесли мы Кстати 1600 Ну Это нормально Второе место Блин Я не привык На самом деле К нику Промоаккаунта Я пытался В списке Свой ник найти Так как Промоаккаунт Я только получил Поэтому Еще не привык Но По крайней мере Это хотя бы радует Что можно Сейчас уже Тестировать И я понимаю Что Скорее всего Это будет Не мое вооружение Не очень Я люблю Вот такой вот Геймплей То есть На нем Вот надо Вот у него Что-то есть Такое Вот стоять Вот где-то Вот сзади И вот Пострулькивать Потом подъехать Настакать И Подъехать Забрать Может кому-то Такой геймплей Зайдет Не спорю Но все равно Вооружение Спорное Я думаю Тот же самый Скорпион Будет Гораздо лучше По результативности Хотя это Вообще Реликт Я думаю Люди смогут Парочку Скорпионов А хотя Парочка Скорпионов Да нет Мне даже кажется На самом деле Астреи будут Гораздо Эффективнее Чем Скорпион Не будем Даже Скорпион Брать В расчет Мне кажется Даже Астреи будут Гораздо Эффективнее Чем Тирс Хотя Не феолки Не феолки Начинаются Эти унитазные Движения Когда же Это все Закончится Когда люди Нау... О, блин Тут минеры Какие-то Катаются Так, ну что А наших всех Убивает Пока мы тут Катаемся Наших всех Уже вынесли Прекрасно Обожаю Зарядики у нас Закончились Итак Отбивается Нормально Давайте ХП у нас Уже почти Не осталось И вообще У нас Ничего не осталось Вот вам Пожалуйста Вот Кстати Астреи Вот Эти самые Астреи Которые Просто Нас Разорвали То есть Внесли Там Приблизительно На 600 Урона В общем Не знаю Как по мне Очень Специфическая Вооружение Прям Ну Очень Специфическая Ему бы Что-нибудь Переделать Такое Чтобы Сделать Наоборот Чтобы От Астовов У тебя Был Какой-то Действительно Бонус А не то Что ты Становишься Инвалидом И только Когда ты Возле Трупиков Ты становишься Более-менее Нормальным Вот Чем Проблема Заключается Я же говорю Большинство Оружий В игре Имеют Именно Бафы А здесь У тебя Дебаф И Таким образом Ты очень сильно Страдаешь И в скорострельности И в уроне И Ну Понятное дело Что Ты тогда Более бесполезен Становишься О Как мне прилетело Почти То есть Тем более На таких омах Когда Вот допустим Здесь уже Можно загнать Какие-нибудь Обвинители И с обвинителей Там ну Полторы косаря За залп Выдавать Ну Я сомневаюсь Что это оружие Сможет Выдать нормальный ДПС Такой же Скоростью А попасть Тоже здесь надо В принципе Уметь Здесь снаряд Тоже у тебя Не хитсканит Он У него есть Время на полет Надо немножко Учитывать Скорость Ну все Вот у нас Закончились Зарядики И Сейчас вот Мы теперь Инвалид Прям лютейший Инвалид Сейчас будем Долго 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 По тропинке Долго Долго По дорожке Снаряды Очень долго Летят На самом деле У него До цели Так Наконец Так У нас появился Хоть какой-то Трупик С которым Мы можем Хоть немножко Постакать Но стоять Нельзя Надо ехать К своим Так Сюда мы не поедем Спасибо Что помешали Большое спасибо Вот да Когда у тебя есть Когда у тебя есть Этот вот Прекрасный Зарядик Скорострельность Просто радует Просто радует Так Отбили Ой Там народа Едет кто-то Сюда Ну да Ну да Мы очень сильно Страдаем На самом деле Я вообще Поражаюсь Как мы хоть что-то Успеваем наносить Потому что Ну по сравнению Я говорю Даже с обвинителями Какими-то Ну это оружие Ну ни в какую ворот Ни в какие ворота Не лезет То есть оно Точно не имба Большей степени Я бы даже сказал Оно как-то играется Хуже Чем какие-то другие Может быть Конечно Может быть Посадить его На ховер И оно будет Как-то лучше Но оно слишком Громоздкое Его как-то Не забронируешь Ничего не сделаешь С ним Да Оно само Имеет много ХП Но Из-за своих Огромных габаритов Из-за своих Огромных Размеров В него легко Попадают Соответственно Он поглощает Почти весь Урон Который Ну Вбивает Нанести Противник И соответственно Очень быстренько Откалывается А это значит Либо вы берете Еще Амамори Какой-нибудь Что не у всех Есть Именно вот это Я и хотел показать Потому что Ну Можно было конечно Взять Поставить Амамори Что-нибудь Еще сюда Но Не у всех Он есть Это самое Амамори Можно было бы Поставить сюда Еще Такие вещи Как Реально Можно было бы Поставить сюда Такие вещи Как оберег Но Тогда нам Надо было Ставить Генератор Соответственно Крафт должен был Быть больше Чтобы мы Нормально Это все Поставили Так Поехали К нам Тут приехал Надо помогать Союзникам Спасибо Союзник Дайте мне Стаки Набрать Пожалуйста Чуть-чуть Я понимаю Что вы Очень Сильно Любит Вот Как раз Есть Покатай Вроде Смотришь Урон Вроде Кажется Нормальный Летит Но Нет Все равно Это Это Прям Не то Не то Пальто Ну и Геймплей Наверное Тоже Не мой Будем честны То есть Если вам Действительно Прям Нравится Вот Стоять Где-то Вдали То Может быть Вам оружие Зайдет Кучевое Слово Может быть Но Утверждать Не буду И последнего Сейчас Там Все Добьют Там Толпой Полетели На него Насиловать Бедного Гука На пальме Они на деревьях Эти гуки Не могут Убить Ждут Меня Вот Они ждали Пока я Нанес Урон Потому что Без моего Урона Они добрать Его не могли Нет Ну Очень Ситуативное Оружие На самом Деле Точно Не Мое Я На нем Играть Сто Процентов Наверное Не буду Но В батлпассе Конечно Оно Есть Поэтому Иметь Будем В ангаре У себя Может быть Что-то С ним Сделают Но На данный Момент Я считаю Что Оно Не Самое Играбельное Вооружение Есть Гораздо Лучше Хотя Хоть Те же Самые Острые Ну Что ж Поделать На этом Все Друзья Подписывайтесь На канал Ставьте лайки И колокольчики Чтобы не пропускать Новые видео А также Стрима Ну И можете Также Само Присылать В комментариях Какие сборки Потестировать Посмотреть Что вам Интересно Ну Я Разумеется Буду Пытаться Это Все Делать В Своей Время Не забывайте Приходить На стримы Всем Удачи Всем Пока Ребята